Субтитры делал DimaTorzok И за 2011 год Я думаю, что сейчас Только за этот год Минимум в два раза Подскочатся эти цифры В 2011 мы где-то ожидаем 10 лямов Хочу выбить за E-Vision За вторую Составляющую этого великолепного проекта Я человек творческий Поэтому если я Уйду в самостоятельный бизнес Я тут же провалюсь Дамы и господа С нами сегодня дядь Шау Поехали Старожил Казнета Я не знаю Столько там всевозможных регалий Титулов Я не знаю Взять тоже UV Вы же на нем настолько прописанный человек Вы одно время уходили Приходили И вот дядя Саш Я просто вот этот период не застал Я помню, как мы вас спасали Всем авторам Ну правда недолго это продлилось Но тем не менее А вот Почему Вы же тоже Мне часто упрекают Ты взрослый дядька Что ты там делаешь? И мне так Ну что я там делаю? Ну вот мне безумно Все это интересно И вот Как-то ваше мнение Послушать на этот счет Я в принципе уже говорил Отвечая на этот вопрос Потому что действительно Многие писали Ну ляха Слово не держит А я прикалывался Мое слово Хочу беру Хочу даю Действительно Так получилось Что Это был По-моему Самая ранняя весна Прошлого года И Такой был момент Когда Как обычно Вначале интерес К Ювижну Ну лично у меня Естественно возник И тем более Ребят хотелось поддержать А потом получилось так Что Был какой-то период Когда платформа Немножко так остановилась То есть как обычно Вначале резкий рывок Потом остановка То есть идет там Накопление То есть осмысление ситуации И я не видел ничего Честно говоря Никакого развития И стало неинтересно То есть Людей новых Не добавляется Комментарии Уже знаешь Кто что ответит Ну и вот В этот момент Может быть еще Марат Ижанов Конечно своим уходом Как-то Подстегнул Что Действительно А что я здесь делаю Ну а поскольку Как бы Все-таки я пиарщик То есть Это немножко был Конечно пиарный ход Такой Не просто уйти То есть Вернулся это я тихо А вот Уходил громко Вот может быть Отсюда такая реакция Но вот Действительно Надо дать должное Победа Ювижна на Аварде В прошлом году Это как раз Был результат Вот того Я считаю Огромного Скачка Которую платформа Сделала буквально За лето Прошлого года То есть Вот я уходил Ранее весной А потом Ну вы никак Не связывайте Это два события Нет? Нет Уж со мной Как раз не надо Связывать Ребята И без меня Я шучу Сейчас в комментах Напишут Унылость Об ведущего Это называется Я уже Я уже все знаю Когда я шучу Это унылость Об ведущего Потому что там пошли Очень много новинок Там вот эти персоны Эксперты Там какие-то Новые фишки Функционал добавляться То есть Пошел такой Огромный рост Именно добавление Новых фичей И соответственно Пошел приток людей Причем людей Интересных То есть Как бы с двух сторон То есть Шли и молодежь И шли действительно Уже Ну такие люди Как мы Что тут говорить То есть Опять стало интересно И поэтому Я естественно Спокойненько Уже Ну уже без шума И пыли вернулся Есть как бы Старая школа Пиарщиков Которые были В журналах Которые работали В газетах На каналах И сейчас Как это появляется Новая формация Людей Которые двигаются Непосредственно В сети То есть Они не лезут Как бы в тот монастырь Да Но Уж в своем монастыре Они там веселятся Как бы вовсю И вот Просто как бы Ваша Ну вот Насколько вы согласны С этим У нас кстати Маленькое отступление У нас сегодня тоже Ну мы должны Какую-то сенсацию Были сделать То есть Дядь Шал Обычно я курю В кадре Сегодня дядь Шал Будет в кадре Выпивать Ну во-первых Для меня Слово пиар Это всегда Про Продвижение То есть Я Скажем так Всегда Ставил Свою целью Ну или как Основенной Задачей Там что угодно Можно это Красивыми словами Называть Но Чтобы Казнет Там лучшие Его представители Я всегда Пишу авторов Сайтов Потому что Я считаю Что люди Двигают Любой проект Допустим Вот по чесноку Это Слава Неруш Там Ювижн Это Стас Это Самсон То есть Без людей Не бывает И когда Я пишу Вот есть Такие сайты Замечательные Есть такие люди Замечательные Поэтому для меня Пиар Это в чистом виде Все таки Продвижение Ну я Сказать Продвигаюсь Постольку Постольку За ними Вслед Это так же Как всегда Есть люди Которые Что называется Идут на передовой Вот вперед В атаку А за ними Уже Сказать Основная масса Не все Вот эта история Что мы Спустимся с горы И типа Сделаем Все стадо Примерно так Ну вот Вот поэтому Для меня Вот эти споры Там Пиар Не пиар За деньги Против денег И кстати Слав Ты не прав Когда говоришь Что вот эти люди Они как бы Здесь крутятся Тот же Пример Дьювижна Показывает Что они Очень активно Работают В офлайне Старый пиар Там Молодой пиар Дело даже Не в Скажем так Названиях Дело Не в расстановке Все дело Опять же В конкретных Людях Можно быть Стариком С молодыми Мозгами И с Интересом К чему-то новому Таких людей Я тоже знаю Очень много А есть люди Которые молодые Но в то же время Они уже В душе Старики Таинство Начинает Свершаться То есть Как бы Сейчас еще Лимончик Наверное Дадут У меня есть Хороший тост Давайте Тем более Он как раз Будет Вот кстати Никто на наших Интервью Еще Как сказать Не говорил Тост Замечательно Давайте Тогда тост Тост у меня Простой За то Чтобы Вот сама Идея По чесноку Со славой Нерушем Во первых Не останавливалась Не там На одну неделю Чтоб таких Передач О светлых Людях Вот которые Сидят за камерой И которые Сидят напротив Меня О светлых Людях Казнета Было больше И больше И больше Чтобы рождались Новые проекты Люди Смотрели на нас Чему-то Учились В общем За чеснок Меня алкоголь В принципе Он наоборот Делает Добрее И спокойнее Замечательно На тему Спокойствия Вот Сегодня Поднялась тема Я не знаю Мне интересно Будет ваше мнение Послушать Давайте Ну как бы По очереди То есть Сначала Вообще Вот блогеры Это кто Вот вы сейчас Я знаю Активно В этой Как бы Среде В этом контенте Работаете Да То есть Много Там Разных Мнений По поводу Да То есть Того Как вы ведете Блоги Да Кто-то там Упрекает Много Ссылок Да Кто-то Упрекает Слишком Умничение Слишком Умничение И вот Если можно Ваше мнение Вот Про блогеров Блогинг Вообще Что-то Такое Понятно Дело Что изначально Блогинг Это Личный Дневник Только Перенесенный В сеть Что это Меняет Это Очень Многое Меняет С точки Зрения Восприятия Самим Пишущим Вот Если Что Такой Личный Дневник Понятно Что Личный Дневник Все ведут Не предполагая Что его Будет считать Кто-то Посторонний Да Поэтому Здесь Может Позволяться Что-то Большее Чем Откровенность Ты можешь Написать Типа Свол Чем Какая Меня Обманул Ты Пишешь Для себя Есть люди Разные Я Сколько Не пытался В детстве Вести Дневник Больше Трех Страниц Я не Мог Вести Потому Что Я Все-таки Человек Мне Не нужно Изливать Душу Пусть Даже Самому Себе И Тем Более Другим Чтобы Как-то Успокоиться То есть Я Несмотря На свой Такой Внешний Экстравертный Характер Внешний То есть Пиарщик Не можешь Быть Интровертом По Молчанию То есть Пиарщик Это Человек Который Наружу Который С людьми Должен Коммуницировать Там С любым Человеком Завязать Знаком И так Далее Свои переживания Предпочитаю Разбираться В них Сам Для кого-то Это Творчество Например Такие Посты Очень Популярны На авторе То есть Это Такие Философские Размазывания Что называется Выплескание Мозгов На бумагу Там С какими-то Примерами То есть Это То что Не формат Для обычной Журналистики То есть Это пишут Как правило Профессиональные Журналисты Но Это не формат Для их Изданий И Они Вот это Выкладывают Все на авторе Там Это Приветствуется Там Идет Рассусоливание Есть Блоги Это В чистом виде Вот Что я Называю Записки На манжетах То есть Когда человек Что-то Ему Увидел Ну раз Записал Там Что-то Вспомнилось Записал Там Сайт Какой-то Увидел Раз Записал И тут же Это Как раз Стиль Твиттера То есть Там Где Большие Размышления Не приветствуются Это Чем Я хочу Поделиться С другими Людями И Ну отсюда Вот как раз Эти обилия Ссылок Перекрестных Там Какие-то Материалы То есть Я хочу Дать людям Как можно Более Полную И точную Информацию По Данному Вопросу Все-таки Стараюсь Заставлять Людей Думать Вот Здоровый Скепсис Есть такая У меня Фишка То есть Ничему Нельзя Верить Как говорил Шеф Полиции Генрих Мюллер В этой жизни Верить Нельзя Никому Даже Порой Самому Себе Мне Можно Я Недавно Как раз Подтверждение Этой Мысли Нашел В блоге Оскара Исабекова Это На мой Взгляд Идеальный Блогер Это Блог Которым Человек На что Он обратил В жизни Внимание Какая-то Зарисовка Причем Короткие У него Нету Рассусовлен Это Просто Действительно Какой-то Взгляд На мир Необычный Причем Или Что-то Факт Какой-то Необычный И Буквально Короткое Своё Какие-то Короткие Свои Соображения На этот Счет Все То есть Это Просто Повод Для того Чтобы Поговорить Об этом А не Для того Чтобы Просто Сказать Какой Я умный Как Я Красиво Вот Проблему Изобразил То Чем Я Решу Допустим Вот Или Например Блог Там Ольги Цепиловой Книжная Полка Человек Читающий И Сказать Всегда Находит То есть Это Уже Не В жизни То есть Если Например Оскар Это Находит В жизни А Ольга Находит Это В книгах Что-то Интересное Чем Она Хотела Поделиться С людьми Вот Это В моем Представлении Все-таки Те Блоги Которые Интересно Читать Когда Ты Увлекаешься Слишком Какими-то Инфоповодами Все Ты Уже Пропадаешь Как Блогер И Допустим Здесь Всегда Вот Идет Балансирование Либо Ты Популярный Блогер И Тебя Приглашают И Ты Об Этим Пишешь Потом Тебя Перестают Читать Ты Перестаешь Быть Популярным Блогером Тебя Не Приглашают А Сами Споры Они Будут Всегда То есть Продажная Любовь Непродажная Продажный Художник Непродажный Я Хочу Долгих Лет Жизни Новых Удач Новых Побед Ну И В конце Концов Тех Тысяч И Миллионов Заявленных Стасом У Нас Как Быстрее Чем Через Три Года Ну По Мой Вот Сейчас Вы Находитесь В Какой Структуре Которая Как Б Скажем Как Влияет На Казнет То есть Может Влиять Хочется Надеяться По Крайне Что Влияет Вот Если Интернет Ассоциация Казахстана Это Бизнес Ассоциация То есть Это Объединение Компаний Для которых Интернет Это Способ Зарабатывания Денег Смысл Любой Бизнес Ассоциации На основном Три Предназначения Первое Это Защита Интересов Своих Участников Против Неучастников Ну Бывают Хозяйственные Споры Какие-то Бывают Какие-то Проблемы И так Далее Поэтому Естественно Если Ты наш То Мы Тебе Помогаем Второй Это Законодательная Часть Это Сейчас Как раз Очень Важно Потому Что Если Раньше Государству До Интернета Было Мало Дела В основном Это Были Какие-то Запретительные Функции Не Пущать Не Разрешать Не Велеть То Сейчас Государство Видит Что Уже Много Слишком В Интернете То Интернет Это Как Великолепный Агитатор И Пропагандист Интернет Это Канал Финансовый Деньги Идут Через Интернет И Зарабатывается В интернете И Т. И Т. Естественно Что Государство Это Уже Не Хочется Отдавать На Откуп Частникам Или Вообще Зарубежным Это Как В том Случае Что Если Ты Не Хочешь Кормить Свою Армию Ты Будешь Кормить Чужую Здесь Примерно Та же Самая Ситуация Вот Поэтому Государство Пытается Что То Как То Придумать Чтобы Регулировать Этот Рынок Но Проблема В чем Что Когда Мы Потом Жалуемся На Законы Это Ведь Наша Вина Что Мы Отдаем Это На Откуп Чиновникам Придумывание Этих Самых Законов И Тех Людей Которые В этом Мягко Не Специалисты Есть У Интернета Защитник В парламенте Хоть Один Просто Ради Интереса По Вашим Ощущениям Только Не Бахыт Сыздыкова Конечно Вот Мурат Обенов Например Это Человек Который Во-первых Я Не Скажу С Айтишным Но Он С Компьютерным Это Человек Который Понимает В чем Фишка Интернета И Айти И Он Является Одним Из Проводником Каких-то Хороших Идей Которыми Мы Пытаемся Этот Рынок Нормальным Образом Регулировать Не Просто Запрещать Не Пущать А В Какие-то Рамки Вводить Как Раньше Приходят Ко Мне Говорят Как Вы Оцениваете По Вашей Экспертной Оценке Там Сколько Пользователей Казнете Это Еще До Того Как Была Какая-то Статистика Так Вот Опять Возникает Вопрос Меня Спросили Второго Третьего Четвертого Потом Эти Экспертные Мнения Сложили И Говорят Вот По Экспертной Оценке Казнете Сейчас Там Допустим 5 Миллионов Пользователей Откуда То Понимаешь Вот 5 Мнений Взятых С потолка Почему-то Формирует Какую-то Объективную Среднюю Объективно Среднюю Да Не бывает Такого Ну Сколько Пользователей Казнете Дядь Ша Вот Вы По Национальности Я Стесняюсь Просите Спасибо Мы Русские Должны Понимать Друг 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 Плохаем Давайте Выпиваем А Это Все Потому Что Я говорю Здоровый Скепсис Я Ничто Не Воспринимаю На веру И Я Все Требую Покажите Подтвердите Тут Еще Новая Тема Выходит И Никогда Не Даю Прямых Ответов На Поставленные Вопросы Может Быть Так Ну Я С Вас Не Слезу А Можно Можно Давать Прямой Ответ Когда Есть Прямой Вопрос И Вопрос Который Подразумевает Однозначный Ответ А Так Смысл Сказать Допустим 500 Тысяч Ну Хорошо Хотите Скажу 500 Тысяч Ну Соглашусь Соглашусь На сегодняшний день Вижен По вашей версии Ну Все Еще Один День Будут Разговаривать Нормально Вот Мне По большому Счету Больше Ничего Не Нужно Было То Есть А Пользователи Сколько Почему Это На самом Деле Интересный Очень Вопрос Потому Что Одни Приходят Сейчас Пользователи Столько Сейчас И Вот От Корифея Казнета То Надо Полагать Вам По затратности Опять Же Тоже Деньги То Вкладываются То Есть Зарплата Там Затрата На Коммуникации Зарплата На Железо Это Все Уже Несколько Ну Два Года Точно Тратится Опять Же Нужно Отбивать Эти Деньги Поэтому Конечно Всегда Есть Какие То Способы Посчитать Сколько Мы Потратили Сколько Мы Зарабатываем Сколько Мы Хотим И Еще Какие Акционные Акционные Вещи Я имею Ввиду Все Допустим Если Сейчас Возьмут И Хозяева Ювижна Скажут Что Мы Хотим Сейчас Акционерное Общество Акции Выпустим Я Например Пытаюсь Понять Сколько Пользователей В казнете Это Тоже Надо Полагать Тайность За Семью Печатями Как Считать Допустим Я Не Могу Основной Провайдер Это Megaline Конечно То С EDSL И С Коммутируемым Доступом По Megaline Там Еще В феврале Было Прошлого Года То есть Год Назад Было Подключение 500 Тысячной Семьи Считая Что Допустим Семья Это Минимум Три Человека То есть Умножаем На Три Вот Уже Мы Можем Примерно Считать Полтора Лимона Постоянных Пользователей EDSL Казахтелеком Плюс У них Еще Осталось Где-то 300 Тысяч По-моему Они Давали Тогда Такую Информацию Тех До Кого Megaline Еще Не Дотянули Вот Уже Где-то 2 Миллиона Только Казахтелеком Ну И Дальше Уже Начинается Просто Тупой Подсчет Пользователей Других Тот же Билайновский Проводной Доступ Те же Провайдеры Локальные На местах Астел Большие Маленькие То В принципе Считают Те Кто Видит Бабки То Есть Гост Структуры Допустим Когда Там же Я уважаю Наталью Аспанову Но Когда ICT Маркетинг Дает Свои Данные Например Там Четыре По-моему И пять Что-ли Миллиона Последние Данные Там Или Около Пяти На конец Прошлого Года То Это Все-таки Данные Полученные Непонятно Каким Способом А Вот Когда Государство Который Берет Налоги И Говорит Вот Казахтелеком Вот У них Столько Пользователей Столько Бабок Они Отчисляют В виде Налогов Вот У них Столько Я им Верю По крайней мере Должен верить Ну Потому Что Это Реальные Данные И Все остальное Вот Всех Посчитать Кто Отсчитался За своих Пользователей И Что Получится Я не Знаю Уже Как Скажи Пусть Будет Пять Миллионов Супер Пять Миллионов Аллилуйя Сейчас Идет Просто Взрывной Рост Интереса К рекламе Именно В интернете То есть Допустим Год назад Приводились Такие данные Три Миллиона Ну Как раз Когда Кризис Еще был Три Миллиона Рекламный Рынок В интернете Доллар Да То есть Тогда Упал Вообще Весь Рекламный Рынок В том Числе В интернете Это Наш Казахстанский Да Три Миллиона В прошлом Году По итогам На конец 2010 Года Уже Давались Цифры Пять Миллионов Объем Рекламного Рынка Казнета Я думаю Что сейчас Только За этот Год Наверное Минимум Два Раза Подскочит Эти Цифры Почему В 2011 Мы Где-то Ожидаем Десять Лямов Надо Как бы Будет Срочно Надо Выпить За Распилить Десять Лямов Грех Не выпить А то Это точно Ну Во первых Уже Немножко Нам Испортили Праздник Я имею ввиду Выборы Я же Как говорил Что 2012 Год Это Будет Ну Вернее Десятый Я считал Что это Будет Подъем Резки Казнета Именно За счет Того Что В ожидании Скажем Так Кризис Во первых Заканчивается Ну Так оно И есть Во первых 2011 Год Это будет Год Предвыборный То есть Потихоньку Потихоньку Деньги Подойдут И за рубежа И от наших Олигархов От наших Там политиков И так далее Но вот Референдум С досрочными Выборами Он в общем-то Немножко Так Картинку Испортил Потому что Понятное Дело Что деньги Сейчас пойдут Только Через Государственные Карманы Общая Картинка Была бы Совсем Хорошая Вот как раз Если бы 2011 Год Это был Год Предвыборный Но В любом Случай За 2011 Год Вы Занимался Или Сейчас Занимается Интересно Очень Скажем Так Я все-таки Считаю Что Все Способы Хороши Почему Нет Крошка Неруш Кшалу Пришел И спросил Кроха В конце концов Рынок Вообще Он Любой Все-таки Консервативен Пользователи Тоже Консервативные И Кто-то Допустим Кому-то Нужны Более Тонкие Подходы Что Называется Чтобы Влезть Ему В голову А Кому-то Действует И удар По Башке Замечательно Почему Нет Например Я Следуя Завету Владимира Семеновича Не люблю Когда Мне Лезут Душу Поэтому Допустим НЛПшников Я Чувствую Сразу И Сразу Мне Это Вызывает Оторжение Когда Пытаются Какими-то Хитрыми Способами Залезть Мне Подкорку Что-то Мне Внушить Сейчас Складывается Впечатление Что Вы Как Разведчик Какой-то Топ-лампы В лицо Не хватает Вы В какой Разведшколе Учились У меня Следующий Вопрос Я Учился В Московском Лесотехническом Институте Там Выпускают Разведчика Разведку Для интернета Готовят В Московском Лесотехническом Березовский Кстати Закончил Вот Вот Видно И Краморов Да Но Конкурса Его выгнали Идеи Ничего Не стоит Идеи Можно Вот Что называется Налево И направо Ими делиться Потому что Идеи Это Они Говорят же Витают В воздухе Так вот Раскрываю Секрет Если У тебя есть 200 тысяч Куда их Нужно Потратить Предлагаю Для этого Проекта Проект Контр Экизет Суть В чем Очень Много Вопросов На которые Люди Спорят Пожалуйста Вот Сегодня Тема Холиварная Блогосфера Продажная Непродажная Ставишь вопрос Стоит ли Допустим Там Блогу Публиковать Скажем Главное Еще поставить Вопрос Публиковать Проплаченные Материалы Назовем Так Люди Делятся То есть Естественно Ты Сразу Пишешь Справку Откуда Вообще Возник Этот вопрос Такого Такого То числа Такой То задался Описываешь Всю Проблематику Предысторию Проблематику Хронологии Основные Действующие Лица И дальше Кто за Кто против Почему за Почему против И в конце Голосовал Да То есть По крайней мере Когда человек Заходит Допустим На такой Сайт В такую Тему Он получает Полную Картинку Зачем 200 штук Та деть Саша Ну там же Нет Я же говорю Только про Одному Тему Я просто Пытаюсь Слава Я говорю Об одной Теме Понимаешь А таких Тем Может быть Много На политику На культуру Там Языковая И так Далее И так Далее Там Можно То есть В рамках Одного Сайта Ты фактически Делаешь Такую Дискуссионную Платформу Ну а что Мешает Завтра Какому-нибудь Мальчику Который Послушает Ваш Краснознаменное Интервью Пожалуйста Он засандалит Такой сайт И вы кстати Не будете Как эти Грибцы У него Нет Отбирать не буду Наоборот Только порадуюсь И первую Опубликую Его В блинах Какие сайты Вы можете Назвать Вообще Которые Вот Возбуждают Шала То есть Имеется Ввиду С точки Зрения Юзабилити С точки Зрения Вот Интересно Неинтересно Свои Предпочтения Могу По крайней Мере Высказать Допустим Какие-то Красочные Как я Назваю Дизайнерские Сайты Меня Привлекают Мало Поскольку Действительно Для меня Все-таки Важнее Содержание Слова Поэтому Для меня Важны Вот Два Типа Сайтов Во-первых Дающие Какую-то Информационную Ну Пищу Мозгам Грубо говоря То есть Это Сайты Типа Тех же Блок Платформ То есть Там Где Действительно Можно Автор Кезет Ювижен Проза Кезет То есть Там Где Проза Кезет Есть Да Вот Я Про Фан Не Вещи Но Не Формат Для Обычных СМИ То есть Там Ты Их Не Прочтешь А На Авторе Прочтешь Или Например Как На Ювижне Ты Читаешь Голос Народа Да То есть Вот Или Например Тот же Вокс Попули Замечательный Проект Где Еще И К Тексту Еще Видео Картин Фоторяд Вот Такие Мне Вещи Очень Нравится То есть Это И Второй Тип Сайтов Это Как Я Называю Сервисные Сайты То есть Те Которые Помогают Людям Находить Какую-то Информацию То есть Вот В обычной Жизни Так же Как Я Сегодня Мер Приводил Цукерберг Это Обычно От Лени То есть Человек Придумывает Какие-то Вещи Потому Что Им Лень Что-то Делать Например Лень Ему Стало Пешком Ходить Он Придумал Колесо Там Повозку И поехал Лень Там Что-то Поднимать Там Придумал Блок И стал Все это Поднимать Так же Здесь Очень Многие Программы Очень Многие Сайты Они Помогают Там Находить Поисковые Все эти Ресурсы Там Какие-то Ну Знаешь Вот То есть Две Вещи Промены Называли Так Легче Было Ну Тот же Кино Кезет В конце Концов Вот Хочешь Найти Кино Пожалуйста Кино Допустим Сегодня Ресурсы Андрея Якубина Буглэнс Это сайт Который Помогает Находить Книжки То есть У тебя Есть Необходимость Найти Какую-то Книжку Это Он Новый Да Какой-то Совершенно У него Блажок Был Такой Совершенно Свеженький Сайт Вот Я Сегодня Сделал Блином Вот Это Такие Вещи Которые Помогают Людям Жить Удобнее И Лучше Это Вот Вы Как Отгребавший Товарищ И Немало То есть Вот Вы Как Это Вообще Можете Прокомментировать Мне Например Сегодня Ночью Когда Я писал Блины И Заодно Посматривал Что там Творится На этих Холиварных Ветках На Вижне Например Было Странно Наблюдать Ну Скажем так Иржан На меня Может Обидеться Сулеймен Все Таки Уважаемый Товарищ Но Его Немножко Неадекватную Реакцию В Общении С Молодыми Людями Скажем Так Которые Там Два Раза Его Младше Ну Тема Там Близко Близка И Более Знакома И В ней Профессионалы Не Он Поэтому Зачем Нужно Пытаться Переплюнуть Тем более Опять же Сводить Все это К Молодежному Жаргону Я Что пытаюсь Сказать Что нужно Все таки Оценить Свой Профессионализм Если я В чем то Профессионал Я Здесь Марку Держу А в Какие то Вещи Не лезу И Точно Так же Что Тролль Это Человек Который Действительно Пытается Тебя Что Называется Вывести Из себя А ты Во всем Пытаешься Держать Марку Но Есть Какие то Вещи То есть Можно Я же Тоже Человек Нездержанный Бывает Вначале Обещали Что Драк Не будет Я Просто Помню А то Начинается После третьего Я Человек Нездержанный Выяснилось Не Ну Бывает Эмоции Захлюстывают Просто Всегда Нужно Делать Выводы Из Предупреждал Как говорит Эликбаеве Не говорит Что я Не предупреждал Почему Потому что Я сам До этого Получил По полной Когда попытался Да Мои действия Были Абсолютно Искренние Помыслы Были Абсолютно Благородные Но я Получил По полной Потому что Действительно Лезть В чужой Монастырь И рассчитывать При этом Что ты Останешься Без Следов Пинков На одном Месте Не На лице Что там На лице На одном Месте Потому что Именно В это место Будут Пинать Вот Допустим Спросил бы Меня Слава Неруш Давайте Что Такое Молодость И Ну Скажем так Талант Давайте С удовольствием Интересная тема Очень Дядя Саша Что такое Молодость И талант Ну Это Вещи Вообще Связанные То есть Я считаю Что Подлинный Талант Вот Для меня Мне Например Для талантливости Не хватает Ненормальности Например Подлинный Гений Я считаю Подлинный Талант Он Немножко Сумасшедший То есть Он не думает Вообще Кто С ним Рядом Что Им Нужно Зарабатывать На жизнь Там Кормить Их Как-то Там Крышу Над головой Давать Но С другой Стороны Вот Такие Таланты Потом И становятся Гениями С другой Стороны Вот Ван Гога Мы знаем Которые При жизни Абсолютно Его картины Не ценились И он Как Гений Не ценился Но Прошло Время Его Признали Так А сколько Таких Непризнанных Гениев Умерло В безвестности Вы Чего Молодежь Желаете Тут Как Интересно Получается То есть Я могу Сейчас Это Перевести То есть Народ Берите Свою Башню И выкидывайте Как Можно Дальше И вы Тогда Станете Гениями Где-то Так Ну Понимаешь Слав Я Был Немножко Не Такой Благоразумный Может У меня С этим Все Хорошо Потому что Я До сих Дурак Да Я Не Заморачиваюсь Что Вы Можете Пожелать Вот Такого Как Люди Сейчас Заходят В Интернет Как То Развиваются И Вы Человек Который С самого Его Начала Как Только Появились Электронные Вспышки Вы По Моему Туда Нырнули Ну Во-первых Самообразование Гугла Не было Все Все Приходилось Читать И Я Например Могу Такой С маленькой Гордостью Сказать Что Не было У меня В округе Ни одной Библиотеки По всем Деревням В райцентре Где Я бы Ну Ее не Прошерстил Вот С первой До последней Полки Первое Ключ К успеху Самообразование Причем Постоянное Потому что Действительно Уже Сейчас Я это Сам Понял Два Года Назад Когда Сидя В банке Я просто Вдруг Поймался На мысли Да Банк Место Такое Стабильное Хорошая Зарплата Хорошая Работа Вот И в то же Время Я чувствую Что Интернет Рванул Вперед С такой Силой То есть До этого Как бы Он так Потихонечку Развивался Я был Курс Я там Отслеживал Новинки Технологии Сайты И так Далее И так далее А тут Я чувствую Что Вот Такие Вот Ребята Они Через Два Года Вообще Забудут Что Есть Такой Дядя Шал И Действительно Такой Будет Памятник Надгробный Возле Дорожки Я понял Что Пора Уходить Второе Это Небольшая Ненормальность И Третье Это Постоянно Работать Лапками Я Всегда Любимую Свою Сказку Успоминаю Ну Это Не Сказка Это Такая Быль У Толстого Да Совершенно Верно То есть Вот Как бы Ты Не Барахтался В Этом Молоке Барахтайся Уже До Последнего Пока Не Почувствуешь Вот Этот Комок Масла Под ногами Знаете Раньше Вот Вы-то Это Время Застали Где-то Я Застал Что Работать На одном Месте Было Признаком Хорошего Тона И Называли Вот Даже Людей Кто Прыгал Летуны Да Летуны И В обществе Очень Такой Негативный Как бы Был К ним Было К ним Отношение Сейчас же Менеджеры Начинают Видеть Свою Работу Как Увлекательное Больше Какое-то Приключение И Дефакто Максимум Срок Работы На одном Месте Если Три года Человек Проработал Это Вообще Наверное Как-то Хорошо И Даже Где-то В Компаниях Существует Такая Политика То есть Если Даже Он И Хороший То Его Ротируют Куда Нибудь Чтобы У него Постоянно Были Новые Краски И Ну Вот Эта Ситуация Вы Как Это Можете Прокомментировать Потому Что С одной Стороны Вроде Были Плохо Туда Сюда Бегать С другой Стороны Получается Что Уже Надо Я Сам Например Прекрасно Понимаю Что Первый Год Человек Только Входит В Дело Ты Приходишь На Какое-то Место Новые Работы Ты Должен Во-первых В технологии Войти Затем С коллективом Уже Сойтись Первый Год Фактически Ты Учишься Второй Год Ну Понятно Люди Разные Кто-то Быстрее Кто-то Медленнее Но Я В целом Говорю Второй Год Ты Уже Приносишь Полноценную Пользу Своему Коллективу Ты Рождаешь Идеи Ты Их Реализовываешь Третий Год Ты Уже Начинаешь Закисать Откуда Это Три Года Возникло Что Через Три Года Три Три Году Тебе Нужно Куда-то Либо Параллельно Сдвинуться Пусть Даже В рамках Этой Компании Но Заняться Чем-то Другим Потому Что Твои Знания И опыт Требуют Какой-то Не зря Говорят Что Все Открытия Делаются На стыке Каких-то Наук На стыке Каких-то Занятий Действительно Стоит Отойти В сторону Зглянуть На то Чем-то Занимаешься С другой Точки Зрения И вдруг Окажется Что Ты Можешь Даже Здесь Предложить Что-то Такое Что Самому Тебе На этом Месте В голову Не приходило А вот Деньги Это важно Дядь Саша Ну а Как же Просто Другое Дело Что Для HR Мы уже Сюда Уходим В управление Человеческими Ресурсами Очень важно Понимать Где Лежит Интерес Людей К деньгам Ну когда Действительно Получается Очень часто Люди Бегают Не потому Что Им интересно Потому Что Уходя Он Примерно Сразу 20% Так Деньгам Добавляет И Соответственно Здесь У меня Тысяча Там 1200 Он Приходит Говорит Ребята Я там Тысячу Получал А здесь Я хочу На 20% Это Как бы Норма Поработал Здесь Уходит Опять 20% И так Смотришь Там Пару лет Побегал У него Там Три До Троечка До Бега Я Например Не Зме Плохой Бизнесмен Почему Просто Я Замечательно Знаю Свой Характер Я Не Бизнесмен Я Хорош Как Креативщик Предлагаю Какие-то Идеи Помогаю Реализовывать Я Человек Творческий Все Таки Поэтому Если Я Уйду Самостоятельный Бизнес Я Тут Провалюсь Вот Если Среднестатистические Люди Не Столько Искушенные В Интернете Допустим Как Вы Сколько У них Времени Уйдет На Изготовление Готового Туже Продукта По Вашим Оценкам Если Говорить О готовом Продукте То Полгода То есть Я Говорю Именно Готовый То есть Сайт Который Создан Функционально Полноценно Готов И Уже Начинает Раскручиваться То есть Не просто Сайт Выкинули И Выплывет Не Выплывет Но Полгода Это Как раз Тот Срок За Который Сайт Уже Может О себе Заявить А вот Дальше Как раз Ну Пример Южно Показывает Первый Год Он Даже Например На Варде Не Вошел То есть Он Стартовал Начальным Лета В Ноябре Конце Октября Стали Известны Результаты То есть Сайт До Этого Даже Не Попал В число Номинантов Через Год Он Триумфально Выиграл Гран-при Это Показывает Что Первые Полгода Все Таки Это Именно Заявка А Второй Год Либо Ты Что Называется Все Фишки Предъявляешь И Тогда Ты Герой Ты На Коне Либо Твой Сайт Да Он Может Развиваться Но Это Экстенсивный Путь Развития Он Может Свою Аудиторию Завоевать Постоянную Кто Будет Заходить На Тебя Но Это Все Таки Не Победный Путь Дальше Как Раз Уже Будет Все Зависит От Тебя Супер То есть Полтора Года Ну Или Первый Год По крайней Мере Он Все Показывает Я Понял Спасибо Второй Год Показывает Выживешь Ли Ты Вообще Потому Что Как Правило Через Два Года Энтузиазм Заканчивается И Если Монетизация Сайта Не Происходит Ты Соответственно Потихонечку Умираешь Контент Разный Какие То Вещи Это Стандартные Справочники Ну Очень Же Модно Там Все Те Желтые Страницы Переносительские Расписания Календари Там Все Что Угодно Это Одно Но Это Работа Тупая Опять Ж Здесь Нужны Какие Заморочки Которые Позволяют Эту Информацию Как То Модифицировать Вот Делать Уникальной Например Я Просто Пример Даже Из Всяких Календарях Которые Готовят Разные Люди Биографии Так Когда Начинаешь Просто Из разных Источников Все Это Сводить Оказываются Такие Интересные Вещи То Несопадение Дат Цифр Фактов Аргументов Это Всегда Творческая Работа И Вот Поэтому Я Всегда Говорю Что Даже Тупую Работу По Каким То Справочникам И Календарям То Можно Сделать Творческой Если К ней Приложить Голову То Не Просто Тупо Занести А Как То По Другому Представить В Какой То Виде Базы Данных Там С Каким То Поиском С Каким То Своими Своей Классификацией В конце Концов Это Что Касается Стандартной Информации Да А Есть Еще Информация Действительно Уникальная Потому Что Она Исходит Из Людей Ну Вот Очень Модно Сейчас Всякие Блогерские Вещи Там Фото Жабы Или Какие-то Репортажи Увидел Заснял Опа Выложил То 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 Те Же Конкурсы Какие-то Вот Это Все Действительно Уникальный Контент Это Уже Надо Придумывать И Вот Чем Больше Человек Такого Придумывает И Тут Еще Фишка В том Что Придумать Нужно Постоянно Потому Что Действительно Ни один Сайт Он Не живет Просто Создал За раз И потом Все Собирает Только Бабки Или Популярность Или Заходы То Все Время Нужно Что-то Придумать Чтобы Народ Постоянно Дергать Постоянно Как-то Привлекать Постоянно Их Заводить Очень Долго Креатив У нас Не Продавался То Есть За Него Вот Я знаю Что Допустим В рекламных Агентствах Даже Креативная Концепция Она стоила До Десяти Тысяч Долларов То есть Сама Идея В лучшем Случае Если за Нее Платили Обычно Две Штуки А Все Остальное Шло На Продакшн То есть Изготовление Ролика Либо Его Размещение Дальнейшее В эфире Это Самое Дорогое То есть Сейчас Вы Хорошо Очень Сказали Что Интернет Твой Сайт Он Каждый День Просит Грубак Батареи Просит Огня То есть И Вот тут Мне тоже Встает Вопрос То есть А как же Вот этот Марафон Выдерживать А вот смотри Слав Ты же сам Сказал Про Распределение Как сказать Важности И денег В обычном Процессе То есть Идеи Это Самая Дешевая Вещь Производство Это второе И самое Дорогое Это третье Это действительно Телевизионное Рекламное Телевидение На радио Это Даже Я говорю Наружка Это самое Дорогое Ну потому что Здесь Еда И распил И так далее А что Получается В интернете Самое Важное Это как раз Вот идея Ну Реализация То есть Здесь Реализация И Как сказать Размещение Это получается Самое дешевое То есть Вот Действительно Продвижение В интернете Достаточно дешевое Но вот Придумывать Вот эти фишки Вот Вбросы Вот это Как раз Очень Дорогого стоит Что называется А вот блогеры И поэтому Дорожить нужно Такими людьми Думают Что действительно Стоит тебе написать Там пару Таким Крутых Клевых Твитов Или там Ну постов И все Ты уже Властитель Думы И к тебе Побегут С деньгами Вот сколько Времени нужно Блогеру Чтобы завоевать Думы Вот опять же Я всегда говорю Тот же Съеден Который себя Андрей Съеден Который себя Пишет Профессиональным Блогером Блогером Он же По сути дела Журналист Редактор То есть Редко Кто Из простых Обывателей Ну Человек Не обладающий Хорошим Слогом Не обладающий Хорошей Вот Мозговой Извилиной Он может Сразу В одночасье Сделать Успешный Блог Как правило Вот я говорю Те О которых И говорят И тех Которых Приглашают На всякие Блогтуры Приглашают На презентации И так далее Это люди Которые Либо бывшие Журналисты Либо Или даже Настоящие Либо Профессиональные Пиарщики Либо Профессиональные Рекламщики То есть Вот Это люди Которые знают Как Что называется Владеть Этими думами И Они известны Именно По каким-то Своим Проектам Гораздо Большим Чем просто Сайт Там Личем Просто Блог Вот Поэтому Опять же Таких людей Вначале Я закончу Мысль 12 тысяч Человек Который Сейчас На Ювижене Сегодня Было У них Де-факто Если он Как-то В оффлайне Не проявил Если он Молодой Человек Ему 20-25 лет У него Шансов Нет Никаких Есть Я же Не договорил А то Уж Прямо Так Подумаешь Отказываю Отказывали Не Как раз Наоборот Опыт Общения В интернете И показывает Что очень часто Профессиональные Пиарщики Проигрывают Вот В обсуждениях Проигрывают В представлении Мыслей То есть Их блоги Проигрывают То есть Это действительно Особенная Какая-то Сфера Точно так же Как например В журналистике Есть же деление На телевизионщиков Радищиков Там Просто пишущих Журналистов Не всякий Например Хорошо Отлично Пишущий Журналист Поведет себя Нормально Адекватно Перед камерой Начнет запинаться Может у него Вообще И дикция Дикция Плохая Или например Перед микрофоном Тебя посадили И ты Опа Задумался И Все И кончился Поэтому я говорю Здесь все-таки Тоже есть Какие-то Свои Особенности То есть Для кого-то Как раз Интернет Это Вот Та среда Где ты Что называется Самый настоящий Журналист То есть Может быть Действительно Ты Для работы В редакции Не годишься Для работы На радио Телевизион Не годишься А вот В интернете Вот она Твоя среда И ты Здесь Становишься Королем И ты Действительно Здесь Становишься Звездой И вот Тебе Пошли Приглашения Пошли Там Новые Ноутбуки Пошли Мобильники Там Планшеты И так далее Но А тут Опять же Здесь всегда Вот эта Грань А сколько Нужен По вашему В интернете Человек На сегодняшний день Зарабатывать То есть Вот Если ты Там Как бы Изо всех сил Да Вот Я к чему Вопрос Что-то задаю Что Вот Сидел он В скучной Компании На фирме Ходил На работу Ему повезло Он был не такой Как все Работал в офисе Вот И же с ними И вот Он решил Радикальных Каких-то Идей Там Я не знаю Там От вас Да Там Кстати Сегодня Наслушался От Шава Что Надо Если крыша У меня Срывается Что Я потом Буду Переживать Вот Нафиг Это Надо Сорву Эту крышу И он Пошел Как бы Он Видит У нее Там Что-то Получается Видит Свою Ипостась Интернет И вот Он Начинает Изо Всех Сил Там Рубиться Да И Долго Уверенно То есть По ощущениям Просто Вот По вашим Он Примерно В каких Цифрах Пойдет Его Заработок То есть Мы Не Уточняем Сейчас Как Он Будет Рубить Там Способов Денег Заработать Уже Я не знаю Мы сейчас К этому Пойдем Сколько способов Денег Заработать В интернете Шау Нам Скажем То есть Честно Я например В интернете Не зарабатываю Скажешь Дает Сидит Умные Советы А сам Ну для меня Действительно По сути дела Хобби Вот Понимаешь Слав Я до сих пор Зарабатываю Другим Ну Не находите Вообще Это Странно Нахожу То есть Мне всю жизнь Было Интересно Многое Поэтому Я И этим Занимался Потом Там Бизнес Еще Образование Я говорю Я и журналист И музыкой И спортом Интересоваюсь Причем Во всем Я стараюсь Интересоваться Что называется Дойти до самой сути Как говорил Пастернак На профессиональном уровне Поэтому Всегда прикалывают Допустим Что я учу Журналистов Как писать Там Пиарщикам Учу Как пиариться Кстати Научите Пиарщиков Как пиариться Интересно Да вот Работа Вся она Есть Пиар Вернее Вся жизнь Пиар Ну а как Понимаешь Слав Вот когда ты говорил Допустим Сказал Что через месяц Уже все Там тысяча Будет там пользователей Да Это как раз Вот твой подход К пиару Как пиарщика А я говорю О подходе к пиару Человека Нет Я их не через порно Сайты нагонять Собрался Если вы это хотели узнать Примерно так Нет Ничего подобного Зачем Ну Если проект будет интересный Понимаете Быстро слиться По сети Ну вы же понимаете Что по сети Можно быстро слиться Можно То есть если проект интересный Эти люди зайдут И для себя Его поставят в закладку Вот И они будут заходить туда регулярно Если этот контент Будет постоянно пополняться То тогда все хорошо А что такое Тысяча пользователей Для сайт Это в принципе ничего По большому счету Даже в казнете Уже это да Мизер В казнете В казнете Их можно наковырять Очень легко Потому что Сайт то интересный Мы же сходили с того Что там будут офигенные Голосовалки Такие прикольные Ну например Сегодня я просто решил не материться Обманывает ли Игнатов И там Несколько Пунктов Обманывает Сильно обманывает Очень Очень сильно Обманывает Игнатов И внизу там Пункт Я хочу от тебя Ребенка Шикарно будет голосоваться Вот То есть Если там будут Вот такие голосовалки Это будет очень Как бы посещаемый проект Да То есть Ну вот Еще одного пункта Пошли вы все Ну Тоже можно Своим Игнатов Вот Как бы Логично И нервы шаб Придача Да и нервы шаб Хрен с ним Да Не проблема Смысл такой Вот По пиару Вы же Я знаю Серьезным банком Да Там Как бы Оказывали услуги Подобные Почему Я работал В серьезном банке Не Ну Как бы Оказывали услуги Работали в серьезном банке Все нормально С точки юриспретенции Что бы вы пожелали Вот Потому что Сейчас в этот пиар Ринулось Примерно Вот Чуть меньше людей Да То есть Чем В интернет Мне так По ощущениям Кажется Потому что Многие рекламщики Я сейчас вижу Они переквалифицируются В пиарщиков Если раньше Это было Очень действительно Все сложно То сейчас Технологии Упростились Да То есть Ты можешь Заригиться На десяти ресурсах Вот на том же Ювижене Регулярно На главную Вылазят Неконтролируемые Рекламные посты Просто их Сообщества Наплюсовывают Вот Как бы Это можно Технически Сделать Другой вопрос Что администрация Ювижена Их тут же И дальше Как бы Сбрендивает Но какая разница Он какое-то время Это повисел Вот То есть Про пиар Чуть-чуть От шала Что именно Я вот как раз Никогда не занимался Этими технологиями Вы же говорите Я пиарщик Ну как бы Они занимались Подождите Понимаешь Слав Я Вот Ты же сам Знаешь Пиар разный Там серый Черный Там белый Кому Кобыла Невеста То есть Действительно Способов много Там Пропикивать Черный Пиар Или наоборот Отбиваться От черного Пиара Я сам Действительно Презентации Там Делал Как ввести Пиар В онлайне На что Брать Обращать Внимание На какие Ресурсы Там С какими Технологиями И так далее На эти курсы Нам надо Билеты Купить Да Чтобы Какие То Ответы Я знаю Что Они Там Денег Стоят Эти Курсы Не 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 Самое Главное На мой Взгляд Все Таки В Пиаре Вот Простой Пример Думал Как же Ответить Вот Смотри Я Немножко Все Таки Врубился Классный Пиарщик Мой Отец Объясняю Почему Стоит Очередь В Советское Время Всегда Были Очереди За Всем Я Притом Что Опять же Я Человек Достаточно Коммуникабельный Но Предпочитал Всегда Стать Конец Очереди И Спокойным Образом Либо Дойти До Цели Либо Извини Не Хватило Что Делал Мой Отец Он Выбирал Слабое Звено Есть У него Такое Он Выбирал Слабое Звено Причем Это Не В Самое Начале Не В Самом Начале И Даже Не В Середине То Это Где То Треть Ну То То Есть Так Прикидывает На Полчаса Стояние Подходил Заводил Какой-то Разговор С Человеком Смотришь Уже Минут Через Пять Слово За Слово Как-то Где-то Познакомились И Уже Через Десять Минут Отец Стоит В Очереди То Вот Эти Полчаса Десять Минут Он Уже Отстоял Отсидел Срок И Через Еще 20 Минут Он Берет То Есть Два Способа Некоторые Люди Просто Наглым Образом Втюхиваются Там Первую Десятку Со Всеми Переругаются То То Половина Просто Их Отодвинет Первая Наглая А вторая Половина Сказ Да Черт Черт С ним Буду Ругаться Хрен С тобой Бери Вот Два Способа Первый Это Вот Такой Вот А Второй Как Мой Отец И Смож Через 20 Минут Он Берет Этот Самый Продукт Постоять С Я Вот За Второй Пиар Притом Что Сам Иногда Даже Им Не Не То Что Не Владею А Не Пользуюсь Но Это Может Прейти В Какой Моей натуре Например Я Все Так Не Мой Отец Знаете Пиарщикам Им Очень Надо Много Поддерживать Отношения То Есть Вот У вас Как С Этим Допустим Для Меня Я Со Многими Людьми Знаком И Даже Функция Комментирования То Есть Я Плохо Комментирую То Почему Что Ну Это Комментировать Это Такой же Труд Как И Писать Я Считаю Потому Что Ну Как Бы И Практика Показывает Что Иногда Есть Комментаторы Они Намного Комментят Интереснее Чем Допустим Чем Те Кто Написал Пост Так Вот Вопрос Собственно Какой Вот Вам Вот Общение С людьми Да Постоянно Вот Быть В Тренде В Тусе Не Устаёте От Него Иногда Бывает Как Релаксируетесь Ну Во-первых Я Все-таки Человек Офлайновый То Я Предпочитаю С Друзьями Сесть За Нормальным Столом Нормально Общаясь Вот С Бутылочкой Например Да То То Это Для Меня Отличный Релакс Ну Плюс Еще Там Я Футбол Играю С Друзьями Я Там Могу Там Еще Просто Где-то Отдохнуть Ну Активно Вот Например Погонять На Тех Жек На Картах Вот То То Еще Кто Тех Кот Рашев Друзьян Рашев Другое Привет Отличный Человек Так Вот И Точно Так Жен И Вижни Точно Еще Где-то То Есть Очень Много Сайтов И Я Такой Человек Увлекающийся То Есть Иногда Вот Влезешь И Не Вылезаешь Что Назвается Потом Немножко Так Отойдешь Посмотришь Отдохнешь И Опять Туда Бултых То Это Как в том Анекдоте Да Учись А то Так И Будешь Подавать Ключи Подавать Вот Как бы Закладки Да Вот Давайте Сейчас Озвучим То Ваши Закладки По Компе Вот Нажали Мы Ну Во-первых Я Вообще С каких-то Сайтов Не схожу То У меня Постоянно Например В браузере Открыт Facebook Twitter YouVision Автор Проза KZ То Вот Эти сайты Я на них Что называется Постоянно И если Какие-то вещи Там Происходят Либо Затрагивающие Меня То есть Я все время Смотрю Там Комментарии К моим Постам Нет ли гадостей Или Обо мне Что-то пишут Или Какие-то Темы Интересные Ну Я Имею Ввиду Конечно же Это Прежде всего Казнет Gmail Почта Она Всегда Открыта То есть Я Всегда Могу Там Войти Вконтакт Всегда Открыт Twitter Вот В день Не меньше Так Ну Если Вычесть Скажем так Если Обычный День То есть Без Оффлайновых Каких-то Встреч Тусовок Поездок Которые Естественно Время Отнимают То Часов 15 15 Часов Сети Ежедневно До сих пор Там Деньги Не зарабатывать Обхохочешься Вот Не Очень здорово Вы знаете Я могу Сказать Что Вот Эти Интервью Вот Они Начались Я Как бы Им Очень Радуюсь Почему Ну Каких-то Людей Я Знал А уж Как Я Радуюсь Не Слав Поэтому Извини Что Перебиваю Но Я Просто Страшно Доволен Этой Самой Идеей Потому Что Это Живые Люди Причем Живые Люди В Казнете Это История Это Даже Тяжело Оценить Сейчас Что Называется Большое Видится На Расстоянии Я Тем более Через Десять Правильно Как раз Игнатов Нарубает Своих Котлямов То есть Реально Можно Эту киношку Будет ему За деньги Потом Социальная Сеть 2 Мы Пойдем С вами Скажем Игнатов Выглянем В окошку Нам Хоть 100 А я Консультантом Буду Фильма Главный Режиссер Вячеслав Неруш Главный Консультант Александр Ляков Главный Режиссер Самсон Ах Да Ем А Продюсер Ты будешь Продюсер Я буду Главный Кто Будет Кричать Возле Окошка Игнатов Выкинь Бабла Мы Из Казахстана Приехали Чуть Пожалуйста Ну Стас Он такой Раз оттуда Почух А где же мы его Ловить то будем В то время Да поймаем Ну это Где-то Я думаю Не совсем У нас И я искренне Желаю Дядя Саш Вам всего Хорошего Потом Понимаете Если Мы сделаем Интервью Какое-то Пожаскачу К нам Перестанут На интервью Ходить Взрослые Люди То есть Если мы Сразу Их Перепугаем Это тоже Будет Нехорошо Вот Поэтому Вам в некотором смысле Повезло Давайте Дядь Саш Здоровья Вам Вашей семье Спасибо Маме Я искренне Рад Что вы сегодня Нас почтили Своим вниманием Давайте Вам удачи Трехэтажная дача А сайте Переработайте Там капусту Рубить Можно Мама Не горит